Всем добрый вечер! Мы продолжаем читать книгу Рава Уришерки «Хидуш Гадоль» и раздел, который мы читаем, называется «Изучение Тора». Следующий отрывок. Да, мы читаем текст на иврите, в процессе переводим, обсуждаем, если что непонятно, можно перебивать, задавать вопросы, потому что, как показывает практика, не всегда это всем ясно. Итак, важность знать противоположное мнение. Какой спор во имя небес? Это спор Гилеля и Шамая. Это цитата из Авод. Почему установили Аллаху именно по школе Гилеля? Сказано в Талмуде, что дом Гилеля удостоились того, что Аллаху установили по ним, потому что вспоминали слова школы Шамая перед своими словами. Я так перевел «Извежливости и смирения». Они учили слова школы Шамая. И более того, они их учили перед тем, как разбирать свою позицию. Это из трактата «Ирувин», из Талмуда слова. В общем, это то же самое, только немножко более развертанное. И Вавод тоже сказано, что они учили сначала подход Шамая, а потом уже собственный подход разбирали. Да, но Талмуд там говорит, почему они так делали. Они добавляют еще определение, что они были скромные и вежливые, добродушные, может быть. Это означает, что удостоились не только из скромности, но также по причине того, что они предваряли слова школы Шамая своему мнению. То есть, так Талмуд отвечает на вопрос, почему Аллаха была установлена по Шамаю. Для того, чтобы школа Хилеля, чтобы они поняли свое собственное мнение, им было нужно знать, что школа Шамая говорит по этому вопросу. И сравнить одно с другим. То есть, им было важно знать не только свою позицию, но и свою позицию в отношении к школе Шамая. Как-то так. Да, это очень важный, конечно, принцип вообще. И хотя тут название, мне кажется, еще добавляет к тому, что есть. Он приводит пример, как Бейт Хилеля изучали, как они постановили, разбирали свой подход. Но кроме этого, он говорит, что это очень важно. То есть, то, что они были скромными и так далее, и получили как бы за эту награду, это, конечно, хорошо. Важно быть скромным. Но Рам говорит о чем-то большем, что этого, в принципе, очень важно. То есть, ты не можешь прояснить свою точку зрения до конца, пока ты не знаешь противоположное. То есть, ты должен увидеть всю картину целиком. У противоположной точки зрения тоже есть место. Она отражает некоторый подход, некоторый взгляд. Она часть божественной истины, даже если говорить громкими словами. И ты можешь с ними не соглашаться, но ты должен, обязан видеть их подход. При этом оставаясь. Да, я с вами не согласен. Я понимаю ваши мысли. Я понимаю ваши рассуждения. И все равно я с вами не согласен, потому что я считаю, что моя точка зрения переселила. Мои соображения более весомые. На самом деле, люди никогда не спорят, скажем, по поводу того, что хорошо, что плохо. И то же самое с точки зрения Галахи. Есть много разных принципов. А всегда мы спорим об иерархии этих принципов. Об иерархии ценностей, например. И когда я формулирую свой подход, это значит, что я установил тут определенную иерархию. Для меня это важно. Что этот принцип, он важнее, чем какой-то другой. Он его пересиливает. Вообще, я заметил, что это общий такой момент. Есть такой как бы риторический прием. Когда я хочу объяснить свою позицию, очень часто мне удобнее объяснить противоположную позицию. И тогда на ее фоне моя позиция становится более ясной. Ну, например, вот мы читали какой-то текст Рава Маниту. И там вот он как бы время от времени ссылается на христиан. Вот у них так, а у нас так. У них так, у нас так. И это как раз помогает понять наше видение, когда мы показываем какое-то противоположное видение. И был вопрос, помнится у нас на том уроке, что вообще корректно ли это делать. Потому что те, кому ты рассказываешь о христианах, они могут вообще не знать их позицию. И ты можешь, например, за нее выдать что-то другое. И вообще надо ли от кого-то отталкиваться. Но вот судя по вот этому подходу, получается, что это, в принципе, вполне разумный подход. Как раз вот в том плане, что я хочу понять свою позицию, и я как бы разбираю противоположную. И таким образом моя позиция становится более какой-то явной. И для самого меня она становится более ясной. Да. Что я хотела сказать? Да, в Талмуде тоже очень часто, когда задают какой-то вопрос, формулируют обе стороны вопроса. Или мы говорим, что так-то и так-то, потому-то и потому-то, или мы говорим, что так-то и так-то, по-другому, вот из других соображений. Перед тем, как дать ответ, он приводит две стороны вопроса. Это очень частый прием, если ты говоришь о приемах, это вот рассуждение к Талмуду, это очень важно. Наверное, когда ты много учишь Талмуд, это становится более-менее, может стать частью твоего взгляда на жизнь, и ты к этому привыкаешь, потому что ты должен видеть все две стороны. Не обязательно, конечно. Хорошо. А школа Шамая, они, получается, так не делали? Они не рассматривали другую точку зрения? Нет. На всяком случае, то, что Талмуд говорит, что они не рассматривали другую точку зрения. Они не изучали, почему они так считают. Они ориентируются на те аргументы, которые для них казались важными, и так вот они решали глуху. Не надо сказать, что есть список определенных законов, которые все же установлены по дому Шамая, а не по Гелеллу. 17 законов. В трактате Дуиот они перечислены там все. А нет, там перечислены только те случаи, когда Гелелль более строгий закон. Вообще есть, так сказать, не 100% всегда закон по Гелеллю. Но это нормально. Так и должно быть в мире. Никто никогда не бывает прав во всем. Если в одних вещах этот подход позитивен, в других он может казаться не так позитивным. А по времени эти школы одновременно появились? Или школы Шамая раньше? Нет. Они одновременно были. Это конец эпохи Зугон. То есть, русские зайцы. Пар. Пар? Пар, да. Один был на СССР, второй АФБД. То есть, один был председатель Сангерина, к примеру, а второй руководитель суда, верховного суда. И у них до Гелелли и Шамая у них было, в общем-то, нам неизвестно, что были большие разногласия. Были разногласия про смеху, про того, делать въемку, рукоположение на скотин. Потому что есть проблема в том, что вообще, говоря, полагается делать, накладывать руку на жертву, прежде чем ее приносит в жертву хозяин. Но есть проблема убьетов, и они все время, все время у них были разногласия между ними. Между ними, это отдельная совершенно тема, а это были, то есть, они были в одно фактически время, Гелелли и Шамая, хотя, так сказать, там все идут парами. Видимо, где-то они накладываются друг на друга. Но это как бы не подчеркнуто. А после Гелелли и Шамая была и школа Гелелли, и школа Шамая. То есть, их ученики. Если Гелелли и Шамая, там, у них еще как бы, пока они были живы, вроде бы, все же было взаимное уважение, то у учеников это было, разногласия стали более жесткие, но это уже отдельный вопрос, как они относились между собой. При этом все же наша традиция говорит, что это начался отрывок, который мы читали, что это разногласия или Шамая считается. То есть, исключительно разногласия ради небес, никакие личные мотивы там не были замешаны, никакие амбиции, ничего. Это чисто, так сказать, их интеллектуальная честность или их убеждение и так далее. Это как бы всегда приводится в пример позитивного разногласия. Каждый видел мир таким-то своим углом, это нормально. А негативные разногласия, которые приводят в пример, это восстание Короха, поскольку там, если мы углубимся в текст Писания, находим, что у всех были какие-то интересные амбиции. и все, что он, как сказать, в сфере риторика, может быть, ей было бы место какой-то, если бы мы не понимали, что она исходит не из абстрактной, так сказать, разногласий по поводу глухие, а что у нее есть замешанный личный интерес. И она, безусловно, теряет при этом свою значимость. Хорошо, если все понятно, тогда двинемся дальше. ни у кого нет вопросов все тихие такие. Так, ну, хорошо. Я читала, да? Да, да. Учение Танаха. Я читаю с эмуиканным переводом, если что-то неправильно меня припоправит, надеюсь. С пяти лет начинают изучать Писание. А с десяти лет изучают Мишну. Это тоже написано в трактате Мишны, в получении отцов трактата Вольфа. Наиврите. Изучение Писания это не первый этап в изучении закона. Несмотря на то, что так принято думать. и есть смысл или ценность в изучении Писания самого по себе в течение пяти лет без всякой связи с изучением закона. Человек может ошибиться важным и изучением Писания и запросов. И тогда хотя он и будет знать, что ему следует делать, решение важных вопросов важных вопросов он не сможет принимать решение других важных вопросов. если он будет учить только алафу, то как бы она это и от себя говорит, он будет знать, как правильно поступать во многих случаях в жизни, мясной, молочной, как правильно соблюдать субботу и так далее. и даже в отношениях между людьми он знает, что ему положено, что не положено. Тем не менее, есть очень много еще, это и от себя говорю, есть очень много областей, в которых он не сможет принимать правильных решений. Станах начинает с Берешит и до конца книги Девреями за хроники по-моему по-русски, да? Паралипомена. По-гречески так она называется. А по-русски нет названий? У нас. Нет. Хроники это уже как бы еврейское название, да? Вот в русской Библии они называются первая и вторая книга Паралипомена. Это книга историк, историческая книга. Он учит нас, как Всевышний открывается через историю. Если у человека не хватает этого знания, он не знает, как справляться поворотами. Пока поколение похоже один на другой, нет никакой проблемы. Я продолжаю идти по тому же пути, как мой отец, мой дедушка, дедушки, но когда случается какой-то исторический переворот, будет проблема, поскольку Мишна не говорит мне, как себя вести, что делать в такие времена. и это я должен изучать эстонаха. И нет большего исторического поворота, чем поворот изгнания к убавления. Другими словами, сионизм. И это переход от духовной жизни народа внутри времени и прорыв святости места, а именно достижения государственной независимости и переход в действие и выход на мировую политическую арену. Правильно говорить. Так, просто здесь был вопрос девочки. Ну, конечно, про девочек вообще может быть вопрос учить ли они устную тору или гемару и так далее, но танах безусловно учат все. В этом нет сомнений. Я не думаю, что когда-то были сомнения. В наше время самых редимных даже учебных заведения успехи ли это возможно. Конечно, изучение торы в общем-то обязательства у евреев в основном лежит на мужчинах и на мальчиках, но девочки тоже очень. Считается позитивно для них. Может, это для них и не заповедь, но очень позитивная вещь, особенно изучение Танаха, потому то, о чем мы говорим здесь, то есть понимание, что происходит в мире, оно важно для всех, для мужчин и для женщин. Такая разница. Если не учат Танах, не знают, как нам справляться с таким положением и увидеть сионистское начинание, которое на самом деле было делом руках светских людей, а не религиозных. Тот, кто учил только Мишну и только Талмуд, когда естественное стремление в учение это собирание или собраться внутри, закрыться от внешнего, он не знает, как отнестись со всяким историческим переменам. Закрыться внутри. Наверное, это правильно. С другой стороны, те, кто учит Танах, для них нет никакой трудности определить приближение избавления, поскольку вопросы избавления и изгнания это центральные вопросы в Писании. И не случайно рассказывается нам, что изгнание второго храма и избавление во время второго храма было сделано через хорыша царя Персии, который что Всевышний сделал его мессией, нашех. И это прямо сказано в книге Шияу Мемхэй Алиф. То есть 45-я глава, первая посудка. Он возложил у него эту роль. Он построит мой город и рассеянных моих отошлет. Там сказано хорыш, который был не евреем и вообще говоря интелл поклонником, был назначен Всевышним Машехом. Машех, конечно, это поскольку он он произвел или способствовал избавлению. Когда читают пророчества, то человек не может отвернуться или устраниться от обещаний. И построят дома, и посадят виноградники, как сказано в Вихискеле. И так говорит Раф Кук в стихе «19 лет государства Израиль» то, что они должны основать И Шибу. А сказано, как мы прочли, что они построят дома и посадят виноградник. не упомянут в Танахе, как некоторая группа учеников И Шибу. Эти вещи очень важны, поскольку через изучение Танаха человек может опознавать события и также личности, через которые Всевышний управлять историей. Я считаю, очень важный отрывок, но как бы он вполне понятный, да? Тут не возникает вопрос. Или возникает? Нет, по-моему, тут просто замечательно все Раф объяснил. Очень просто, что складывается разная картина, если учить Танах, если учить Талмуд, если отделять одно от другого, не учить Танах, то действительно совершенно не очевидно, что какие-то признаки Геулы уходят на второй план. И как раз они вполне ясны, если у человека есть общий взгляд именно на раскрытие Всевышнего истории, которая описывается в Танахе. Я еще может быть добавлю, что вот это изучение Талмуда или Мишны, Талмуда в основном, о котором говорит Раф не пренебрегает, конечно, но который Раф говорит односторонне, оно еще получается односторонним из-за того, что это изучение Талмуда получит только лаку и столкновение. Я просто знаю, как они это делают. Они доходят до страниц, на которых рассказываются какие-то истории или приводятся какие-то расшотки, в смысле толкования стихов, они просто через них перескакивают и приходят на следующую страницу, где снова начинается пиль-пуль, где снова начинается разбор галактических различных ситуаций. А то, что где-то сказано в Талмуде, что расцвет земли Израиля нету более явного знака избавления, когда они просто и там цитаты из Танаха, они их как бы не замечают и проходят мимо них. То есть вот эти же все цитаты они в Талмуде есть, но их просто не все может быть, но многие есть. Сейчас могу я просто посмотреть, где это в Талмуде есть. Извините. И вот это изучение Талмуда, такое логическое, оно началось как раз с началом ухода в изгнание. И этим занимался народ все это время. Я думаю, что не прям, но постепенно. Ну, Мишна-то как раз была тогда записана. Но тогда все же я думаю, они, например, Мишна, это же не Талмуд, это начало. Талмуд, это комментарий. Правильно? И те, кто писали Талмуд, они прекрасно знали Танах. Это просто нет никакого сомнения, если мы разбираем какие-то, мы с вами когда изучали источники, какие-то талмудические отрывки, мы с этим уже сталкивались, мне кажется, когда Талмуд цитирует Танах, он цитирует там два-три слова из стиха и дальше пишет и далее в Хуле. И чаще всего то, что он цитирует, это находится в том конце стиха, который он не цитирует, то, что он имеет в виду, на что он ссылается. То есть полное, так сказать, представление такое Талмуде, что каждый знает, как каждый стих в Танахе продолжается. То есть все знают Танах на язык. Нет никакого сомнения, что каждый может продолжить дальше этот стих сам и понимает, о чем речь. Поэтому они как раз знали Танах, но с какого-то момента перестали уделять ему внимание постепенно. Все-таки те, кто сейчас, допустим, учат Талмуд, они же должны понимать контекст тех цитат, на которые Талмуд ссылается. На самом деле, когда эти цитаты идут в классическом обсуждении, контекст не имеет большого значения. Как раз дрожжа очень часто урывает стих из контекста. Поэтому как раз то, что они, ну вот это вот Масехи Сан-Гидрин, я просто пока искала, где это, нету знака избавления более ясного, чем это, что сказано, и вы, горы Израиля, свои ветви распустите, распустите, и плоды, они будут нести плоды, и так далее, и так далее. Это цитата из Танаха. Но это как раз находится в таком такой последовательности дрожжа, который не очень интересует галахические, так сказать, людей, которых интересует галахическая сторона Талмуда, как делать, что делать, какие принципы, они очень, нельзя этим понеблегать, они, как бы, это очень важное понимание основ закона, закон это очень важная вещь, и основы его очень важны, и эти основы иногда очень важны нам тоже в жизни, и, может быть, даже в историческом как бы анализе тоже, но то, что они перескакивают через Танах, то, что они не учат Агадот или Дрошот, связанный с Танахом, это как бы часть сегодняшнего изучения в Ишивах в Талмуде, к сожалению. Ну, то есть, я здесь не выдумываю, я просто сама, так сказать, уже в таком учатом не то, что они пренебрегают Танахом, может быть, кто-то в других рамках он и учит Танаху, но когда учат чисто в Аллаху, это все пропускается. Ну, хорошо, вроде все понятно, вопросов нет. Так, тогда двинемся дальше, дальше я не успел перевести, и поэтому будем читать с листа. Тураник нет бемеут сиха бемеут анук бемеут сихок бемеут дэрэхэрэц. Это, опять же, цитата из Авод. Тура приобретается уменьшением бесед, ну, имеется в виду посторонних бесед, посторонние темы, уменьшением наслаждения, уменьшением смеха, уменьшением ну, дэрэхэрэц, наверное, имеется в виду какие-то земная там работа, да? Возможно, имеется в виду отношения с жизнью. То есть, земная деятельность, не духовная. так, раф цвейгуда биэршэхаммилам иут бэмуван шэль мэат. А раф цвейгуда объяснял вот это слово уменьшение в понимании немного, то есть, немного беседы, немного наслаждения, немного смеха и немного земных дел, да? То есть, вот этим приобретается Тура. Нужно немного из всего этого для того, чтобы приобрести Туру. Ким клаль ло игью гам тора лот игье, потому что если всего этого не будет, тогда и Тора не будет. Ках гам бэми уц хора и также уменьшение торговли. Нужно заниматься немного торговлей. И у нас есть великий Ари, Милану Годорми Ари, да, кто более велик, чем Ари, который зарабатывал продажей перцев. Вот такая история, что нужно не терять связь с землей, с Деррех Эррец, для того, чтобы и вместе с этим заниматься торой, и таким образом приобретаются тора, что человек как бы все подключает вот эту самую землю как раз к небесам, да, через тору. Это как раз там же, по-моему, и сказано, Ваву, нет муки, нет тора. Под мукой как раз имеется в виду материальная деятельность. Да, я все-таки посмотрела Деррех Эрец. Да, тут скорее имеется в виду чтобы он не болтался на улицах с людьми и так далее. То, что принято так сказать. Как называется? Бездельничать, не бездельничать, ну, не важно. Не могу по-русски с полным словом ботланут. Но на самом деле как бы это интересно, но... Праздность, да, наверное? Праздность, да. все же как бы ничего не сделаешь. Это, конечно, это вот как поступает Драш. Так же Драш поступает часто со стихами Этанахова. Он переворачивает прям на противоположные значения. уменьшать, а он говорит наоборот, должно быть немного. То есть должно это быть. На самом деле это не переворачивание значения, я сейчас подумала. То есть он же не говорит битву вообще прекратить. Он говорит уменьшить, а уменьшить все-таки немного обязательно должно быть. То есть это вот Меут, он с другой стороны просто на него смотрит, но на самом деле он не говорит, что надо много безделенности или много праздности или болтаться среди людей. Но иногда нужно, но немного. Это логично. Человеку в общем-то важно не погрязь ни в чем это. Не в болтовне, не в удовольствиях, не в праздности, но немного всего это нужно, иначе он отрывается от жизни. Ну да, тут с какой стороны посмотреть, у кого много праздности, тому ее нужно уменьшать. А тот, кто ее уменьшил просто до предела, это тоже неправильно. Немножко нужно оставлять. да. И то же самое, да, тут можно сказать, и вот это вот хура, то есть торговля, тут можно сказать, что в галахе на самом деле человек не будет разбираться, пока он не знаком с различными сторонами жизни, потому что когда ты принимаешь какие-то решения экологические, ты должен знать, о чем идет речь. Известна такая история, как пришел тот с курицей, я не помню, про какого Рава идет речь, Рава не был дома, а он хотел узнать, кошерная курица или нет, после того, как его зарезают. И был его ученик, и он открыл там моды, он открыл закон Шамхан Арулл, там все законы, и дал ему развернутый ответ, потом пришел Рава и сказал, все, ты совершенно сделал правильно, только это то, что ты считал почка это печенка. То есть для того, чтобы вынести правильный ответ, надо знать, чем почка отличается от печенки. Это как бы, я приведу пример, потому что она относится к всему, если ты не знаешь, что принято, например, какие законы в данной стране у торговли, то ты не можешь выносить взвешенные решения. и то же самое в остальных областях. Пойдем дальше? Да. Как нам заповедно изучать Тору днем и ночью? Как можем выполнить заповедь, которая сказана в книге Ашуа, говори ее и днем и ночью? Казалось бы, это указание абсурдно совершенно. Как возможно, чтобы книга Тора не отходила от твоих уст вообще все время? Ведь я жив, я и сплю, я молюсь, я делаю очень много разных вещей в своей жизни. Но имеется в виду, что Тора должна наполнить всю мою жизнь. И так во время, когда я учусь, я не учусь, а не учусь. тоже на самом деле учусь. Это в общем как бы продолжение то, о чем мы говорили раньше, правда же? Я ем, и сплю, и все это для Торы. даже когда я подразумеваю это, опять же, не подразумеваю, да? Да, во всяком случае, осознанно. Все направлено ради Торы и днем и ночью. А вот как интересно понять, если я это не подразумеваю, что все-таки человек должен иметь намерение, как у Рамбана, что он ест для того, чтобы были силы учить Тору, спит для того, чтобы были силы учить Тору. Здесь сказано... Может быть, и должен, но даже если он этого не делает, он все равно, если у него есть общее намерение продвинуться в Торе или исполнять Тору, или учить Тору, то все работает на это. То, о чем мы говорили раньше. Человек выходит из дома на базар, и это тоже наполняет его Торой, даже если он об этом не задумывается. Это как бы часть его учения все равно. Он видит какие-то случаи, он понимает какие-то отношения между людьми. И это дополняет его картину, галактическую даже, его понимание Торы. И не обязательно с точки зрения галактики, даже с точки зрения понимания исторических процессов будет то же самое. Если ты не сидишь в замкнутом пространстве, открыт миру, читаешь, понимаешься, интересуешься политикой. Наверное, не обязательно много, но хоть немного, ты должен знать, что происходит в мире, чтобы понимать, кто тут хороший, кто плохой. Ты начинаешь на события мира уже смотреть через призму Торы, да, и это продолжается обучение, продолжается изучение как бы в этом. Даже если ты не думаешь об этом, поскольку общий подход будет такой. Так мне кажется. То есть для этого как бы простое условие, регулярно учить Тору, а остальное все, процесс запустится, человек начнет уже плетать все остальное. Наверное, но Рам не говорит такое условие. Видимо, все-таки должно быть какое-то базовое намерение для этого, чтобы это было для тебя не просто, чтобы твоя жизнь не просто была жизнью, а жизнь ради Торы. Ну вот поэтому меня и поразили вот эти слова, да, я не имею намерения к этому. то есть конкретно в этот момент, я думаю, в тот момент, то есть они каждый, вот я сейчас пошел погулять, чтобы посмотреть, какие примеры бывают, так сказать, в жизни, чтобы потом использовать это в своем изучении Торы. даже если ты этого не имеешь в виду в конкретный момент, тем не менее, если такая общая твоя установка, может быть, общая установка такая у человека. На самом деле это очень важно, потому что если общей установки такого человека нет, то как он может нормально жить, потому что получается, у него в жизни будет две разных области. Одна область это когда он изучает Тору, а другая, когда он занимается своими делами. И там Тора вообще не участвует. Он и не учит ее там, и он, может быть, и не соблюдают ее там. Наверное, тут есть разница, либо человек занимается в Ешире, основная его деятельность Тора, тогда да, раз он учит Тору, то он поел и поспал, у него есть на это сила, потому что он поел и поспал. Значит, он ел и спал для изучения Тора. А если человек, допустим, работает и Тору учит раз в неделю, тогда ему уже нужно как-то настроить специальное намерение, чтобы все остальное вплеталось как раз в изучение. Андрей, то, что Ромбак говорит, это все же немного другое. Он говорит, чтобы у него были силы учить Тору. Он ест не для того, чтобы понять, как процесс еды связан с тем, что я учу Тору. Он ест, чтобы у него были силы. В отличие от этого, например, Маниту объясняет нам, когда мы учили книгу «Тайные евреи», он объяснял, что в процессе еды есть особое голосновение Тевышнего, что он дал нам возможность чувствовать различные вкусы. Это дополнительная вещь, совершенно необязательная. на самом деле какая-нибудь корова в детстве ест разную траву, и в общем-то нет коров гурманных, которые осознают, что как много замечательных вкусов есть на свете, как много можно вкусов создать и так далее. То есть у человека есть некоторые повышенные благословения от Всевышнего в этой области. Кто это может? Это, можно сказать, только большой рамп, который и которого еда это тоже часть Тары, часть познания мира в Таре. А не только поглощение пищи, чтобы у него были силы для изучения Тары. Как говорил Рабинахман, одни едят, чтобы учить Тару, а другие учат Тару, чтобы есть и этот уровень более высокий. Возможно, да, возможно, что-то похожее он имел в виду. То есть есть так, чтобы это было служением, чтобы это было изучением Тары тоже. То есть что значит каждый вкус? У вкуса тоже есть, вреде смысл и вкус это одно и то же слово. Там. То есть есть другие слова для слова смысл. Но есть и такое, которое совпадает со словом вкус. Вкус это может быть очень важная вещь. Совершенно нетривиальная. Кто-то ищет смысл в жизни, а по-еврейски искать смысл в жизни это значит искать вкус. смысл Но не всегда есть мошмалут есть слово тахлид как мы знаем. Много других слов для смысла. Но один из слов для смысла это там. Здорово. Продолжим, да? Если мы понимаем, что тара это сущность жизни подобно дыханию, тогда человек на самом деле может изрекать, говорить тару всегда. и в тех случаях, что он не говорит ее явно. И можно даже сказать, что изучение тары как заповедь это только один из одной из ветвей, один из разделов в изучении тары. А изучение тары в своей основе как это как сущность жизни. Что это вопрос очень общий. Иногда есть частные заповеди заповеди жить. Ульфа межка митва хватит легче не поняла. Я тоже это место не понял. Помимо того, что учишь реально, учишься реально, ты должен еще жить в этой маме. То есть иногда есть также специальный заповедь жить. Ну, не знаю. Когда человек связан с тарой, на самом деле, истинно, он связан с очень широкой вещью, гораздо более широкий, западный. Он связан с чем-то, что охватывает всю его жизнь. есть продолжение? Нет, это конец отрывка. Да, остался еще один. Ну, мне кажется, это можно понять, если взять вот эту идею Рава Шерки, что есть Тора Всевышнего, и есть наша Тора. Есть Тора, в которой он смотрел, когда создавал мир. и она, соответственно, проявляется как-то в мире. Тора как книга, как текст, который можно учить. Но это как бы не то, чтобы частный случай, но это какая-то часть Торы Всевышнего, которая наиболее полна, она проявлена как раз в мире. Но, конечно, извлечь Тора Всевышнего из мира намного сложнее. Местами это можно сделать при помощи Торы как книги, которая как раз объясняет какие-то вещи, пути управления и так далее. Но, по большому счету, и в идеале человек, когда он живет и живет ради познания Всевышнего, он точно так же читает этот мир как текст, занимается тем же самым изучением Торы, только в более каком-то глобальном таком смысле. Как-то так, мне кажется. Да? Да? И так тоже, да. То есть изучение Торы в основе своей как жизнь тишевую и неан клали. То есть общая вещь. Или помим еш гам против их ее. Ну, мы не поняли. Да. Не понятно. Да. Не понятно. Ну, иногда что-то может быть не точно записано. Это же все кто-то записывал с лекцией. Может быть, он не там поставил знак лепинания. Ну, либо просто там был какой-то контекст, который, допустим, на этом уроке говорили раньше. И это было понятно тому, кто расшифровывал. А сейчас для читателей это вот как раз разница между устной и письменной Торой. Да. Как Раф говорит, что я говорю, вы меня понимаете. Если не понимаете, спрашиваете. А если этот урок распечатать, то вопросов будет гораздо больше. Я рассказывала, как когда-то ну, я одно время ходила на некоторые уроки, лекции, в которых было много французских евреев из Франции. среди них много были ученики Мониту, которые реально учились в самом Мониту. И некоторые из них очень возражали против этого проекта, который Габриэля Беншмуэль сделала, то, что она распечатала лекции Мониту и превратила их в книжки. А они говорят, как это можно было? Это совсем не то. Это Рав, он преподавал устное, слово Рава было совсем не то, что оно записано. не то. То есть они прочитали и поняли, что не то? Они знали, что это не то, видимо, с самого начала. Они вообще в принципе возражали против того, что это делать, потому что для них контакт с Равом, Мониту это было что-то. И на самом деле, те, кто, да, все, кто его слышали, они в любом случае сказали, что это не то. Но тем не менее, некоторые считают, что это неважно, нужно сохранить что-то. из то, что сам Равом, Мониту писал не очень много. И из его учений очень важно сохранить какие-то вещи, хотя бы не в том объеме, что мы могли получить, если бы мы знали французский и слушали его лекции. Ну, так сказать, я когда-то много лет назад слушала их на иврите. И опять же, мой учитель один, который слушал когда-то Мониту на французском, во Франции еще, он мне сказал, ну, на иврите это совсем не то, совсем не то. Ну, да, понятно, если его родной язык был французским, тогда, конечно, он как-то более емко Ну, прекрасно знал иврит, конечно, Рав. Ну, это можно об этом сейчас говорить, это мы уйдем далеко, почему так объяснить это иначе. не знаю, может быть, это так ему казалось, ну, вообще говоря, я даже не от него одного слышала, им кажется, что все не так звучит на иврите французскоязычном, что там какой identity это совсем не то же самое, что звук, хотя это вроде бы перевод того же слова. Это звучит плохо, туда звук, это документ, какой тут звук, может быть. Но мир ассоциаций другой у них. Ну, конечно. Это отдельная тема, ладно. Но тот, кто распечатывал эти уроки, он же присутствовал, да, сам на уроках. она была ученицей, конечно, Гавриэлом. И другие как бы члены этой команды тоже все ученики именитом. Так, хорошо, тогда, если нет вопросов, продолжим. У нас последний отрывок в этом большом разделе изучения Торы, который мы несколько уроков разбираем и на этом закончим. Агишали, Турами, Тохи, Рут. Подход к Торе, исходя из свободы. Есть люди, которые занимаются Торой, и они не свободны. С другой стороны, есть свободные люди, которые не занимаются Торой. Свободный человек – это человек, который не порабощен чему-то. Если я свободен по-настоящему, тогда можно дать мне заповеди, потому что само понятие заповедь предполагает возможность нарушения, потому что если я не могу выбирать между тем, сделать добро или зло, тогда ко мне не относится заповедь или нарушение. невозможно заниматься Торой, если ты не свободен. Я не могу принять заповеди Торы все время, пока я порабощен. суть Торы в том, чтобы освободить человека от зависимости. Если так, тогда ты должен быть свободным прежде всего. Тот, кто не свободен, не принимает Тору. Тот, кто не свободен, не принимает Тору, он учит Тору как бы. Основной принцип понятен, чтобы Тора заключается в заповедях, чтобы соблюдать заповеди, нужно быть свободным, потому что человек раб не отвечает за свои действия. Он может выполнять приказы хозяина, и его нельзя требовать каких-то действий моральных, правильных, за которые следуют награды наказания. Но только мне непонятно, что за несвободные люди, которые учат Тору. Кого здесь раб имеет в виду? есть люди, которые занимаются Торой, и они несвободны. Я думаю, мы все в общем в каком-то смысле несвободны. у нас каждого есть какой-то зависимость, как здесь сказано. Просто какая-то зависимость. Да. Какая-то зависимость. От чего? От того, от сего. Стереотипы, воспитание, опыт. На самом деле это все позитивные вещи, они все меня ограничивают. Совершенно стать полностью свободным это вообще нереально. То есть вообще ни от чего не зависит. Тем не менее, по-видимому, все-таки раб подвигает нас к тому, чтобы зависеть как можно меньше от чего-то в тот момент, когда ты изучаешь Тору, как бы требует максимальной открытости. освободить время для занятий Торой, чтобы хотя бы в это время быть свободным и независимым? Не только время, так сказать, мышление. Мышление человека ограничивается. тут получается некий парадокс, что человек не свободный и не может получить Тору, не может получить запад. Если он занимается Торой, при этом, то он занимается Торой как будто бы. Но при этом Тора это то, что освобождает от зависимости. То есть он должен заниматься Торой хотя бы для того, чтобы при помощи не освободиться от зависимости и тогда по-настоящему заслужить получение Торой. Думаю, да. Думаю, может быть осознанно, неосознанно, я не знаю, но должна быть мотивация какая-то к тому, чтобы освободиться, чтобы ощущать себя свободным, ощущать себя не порабощенным такими-то предрассудками. Как это на юриде? Что-что? Сейчас я посмотрю. Предрассудки. У тебя есть какие-то... У всех у нас есть какие-то предрассудки. У нас у всех есть какие-то стереотипы. И в какой-то момент, когда изучают Тору, желательно от них как бы окрешиться. Кстати, это перекликается немного с тем, что дом Елеля они учили сначала. Как они могли учить подход Шамая, если они ходили внутри своего подхода? Они должны были казаться, что это неверно, это неверно. Они отключались от предрассудков своих, от своих подходов. И они учили подробно, что говорят Шамая. Потом они уже переходили к собственному подходу. И тогда они могли трезво разобраться, что правильно, что неправильно с их точки зрения. То есть они получается как бы ради свободы изучали другой подход, чтобы не быть законсервированным в своей позиции. Да. То есть одна из сторон. мы говорили прежде о других каких-то сторонах. Но здесь то же самое проявляется. То есть когда ты изучаешь народ чисто так, не ощущаешь себя свободным и не чувствуешь никаких обязательств ни перед чем, ни интеллектуальных, ни прочих, людей, но в результате конечно ты делаешь некоторый спецсинтез из своих знаний, представлений и так далее. Поэтому человек на самом деле, который чувствует себя свободно, он вполне может изменить свою точку зрения, хотя это очень непросто, но если ты честный и открытый человек, учишь Тору, честный и открытый, то ты можешь в чем-то изменить свою точку зрения, если ты поймешь ее логику, если ты свободен. Такое у меня ощущение. То есть это такой же примерно принцип, как из лолишма приходит клишма, то есть ты не можешь учить Тору ради каких-то там целей специально ради себя или какой-то пользы. А с другой стороны у тебя такого намерения правильного нет, и как же ты вообще не учить Тору? Нет, ты должен учить Тору того, чтобы прийти к правильному намерению через занятие Торой. Наверное, да. Спасибо. Ну хорошо, мы закончили раздел изучения Тора, и в следующий раз с Божьей помощью начнем раздел Кабала. Вот так что следите за анонсами. Оставайтесь с нами. Да, оставайтесь с нами. Приходите к нам еще. До свидания всем. Спасибо. Спасибо.